Быстро вспомнить, какая языковая семья является самой многочисленной в России и какой населенный пункт обязан своим названием большим залежем мела сложно. А подобных вопросов в географическом диктанте было 40. Для ответов всего 45 минут. Да, это вызов. Это вызов самому себе. Это было очень интересно. Не уверен, что на многие вопросы ответил, но все-таки надеюсь, что там все пятерки. Я пару вариантов проезжал вместе с инженерами своей службы и, в принципе, полагаюсь на знания, которые я получил в школе. Старт действительно масштабному диктанту дали на Международной космической станции. Всех участников приветствовали космонавты, в числе которых и уроженец Невиномыска Олег Скрипочка. Путешествуйте, восхияйтесь с нашей страной и одновременно получайте знания, которые помогут вам стать отличником по итогам географического диктанта. Вопросы участникам озвучивали известные россияне. Режиссер Никита Михалков, телеведущая Мария Ситтель и музыкант Сергей Шнуров. В крае работало несколько площадок, где писали диктант. На одной из них свои знания решили проверить и работники компании «Газпромтрансгаз Ставрополь». На вопросы ответили 140 газовиков и членов их семей. Вся Россия пишет географический диктант. Мы не исключение. И сегодня семь филиалов «Газпромтрансгаз Ставрополь» также присоединяются к этой акции. В этом году в России и за рубежом работали почти 6 тысяч площадок. И с каждым разом их количество растет. Традиционно в Ставрополье диктант пишут студенты-географы. В ряды влились также кадетское училище и интерактивный музей «Россия. Моя история». Однако площадка в газотранспортной компании стала одной из самых многочисленных на Ставрополье. С каждым годом открываются совершенно новые площадки и вовлекается больше и больше людей к написанию этого географического диктанта. И очень приятно, что в этом году дочерние предприятия «Газпрома» к этому подключились, поскольку «Газпром» – это традиционный партнер русского географического общества. Узнать результаты можно будет 29 ноября на сайте просветительской акции. Ирина Ивановская, Ставропольское телевидение.